От Московской области на Олимпийские игры поехало 32 спортсмена. При том, что 4 года назад готовиться к ним начинало около 80 человек. Усилиями наших многочисленных недоброжелателей из сборной оказались вычеркнуты наиболее сильные атлеты. Тем не менее, Подмосковье в Пхенчхане смотрелось достойно. Молодежь не подкачала, в том числе и молодежь Подмосковья. Наши молодые спортсмены принесли в общую копилку сборной России 4 медали. Одну серебро в Славович и три бронзы. Это Никита Трегубов, серебро в скелетоне. Это Наталья Гепряева, бронза в лыжных гонках. Воронина, тонкобежный в спорте. И Илья Буров, это фристайл. И пусть за четвертые места наград не вручают, но их у Московской области тоже три. Это свидетельство большого спортивного потенциала региона в будущем. В силу не самых приятных обстоятельств, огромную работу пришлось проделать в Пхенчхане нашим молодым спортсменам. И сказать спасибо ребятам-хоккеистам, которые станут сегодня настоящими кумирами для тех, кто сегодня катается. И очень интересный момент сам по себе, что победную шайбу забил самый молодой пацан в нашей команде. Тоже, наверное, говорит о том, что идет тенденция к тому, чтобы мы на них сегодня обращали внимание. При этом общее мнение было однозначным. На Олимпиаду нужно было ехать. Любой бойкот и противостояние с международным антироссийским спортивным лобби больно ударило бы по нам самим. Собственно, этого результата и хотели добиться наши недруги. Я хотел бы еще раз поблагодарить президента нашей страны, который вовремя принял решение о том, чтобы каждый должен принять для себя, хочет он ехать или нет. Это было ключевое вообще слово нашего лидера, который сам спортсмен и понимает, если бы мы этого не сделали, мы похоронили наш спорт на долгий-долгий год. Что касается предстоящего чемпионата мира по футболу, то в Московской области к этим крупнейшим соревнованиям подготовлено 17 спортивных баз. Наш регион выбрали одни из самых сильных сборных планеты – Аргентина, Бельгия, Франция и Португалия. Так что скучно предстоящим летом в Подмосковье точно не будет. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».